Александр Кабанель 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 В 1863 выставил он в салоне полотно рождения Венеры. Оно имело, конечно, такой успех, что было куплено Наполеоном III для своей личной коллекции. Был награжден Орленом Почетного Легиона, произведены офицеры, в 1878 году командоры Орлена. В 1863 был избран членом Академии на место, которое до него занимал Давид Лебарбее и Арас Верно, известный французский живописец. Наполеон III приобрел для себя две картины Кабанеля. Это похищение нимфы, которое находится в Лиле, музее изящных искусств, и рождение Венеры. Я посмотрел, эта работа находится в музее Арсе, Париж. Очень хорошее музей. Как говорится в Википедии, мифологические сцены Кабанеля, полные манерные неги, твои эротические несмысленности, воссоздает эстетический идеал эпохи, ее тяготение, красивой жизни. Творчество Кабанеля принадлежало к типу очень распространенному в 19 веке искусства, рассчитанному на средний массовый вкус, который используют для завоевания популярности. В общем-то, опробованные приемы. С установлением республики Кабанель не потерял свои слова. Он был буквально завален заказами, писал стереотипно изящные женские портреты. Ну, в общем, был ремесленный, как я понимаю. Оценивать я его не могу, я не специалист. Поступал в качестве педагога, преподавал. На протяжении всей жизни Кабанель оставался верен усвоенным приемам, был обласкан светом. Его произведение находится как бы вне времени. Гладкая и малевидная живопись, ловко составленная композиция, тщательная проработка подробностей, аффектированный театральный жест, однообразность красивости лиц не предполагает никакой внутренней эволюции. Видимо, вот за это его не очень-то и любили художники. Кабанель активно противостоял импрессионистам и основательно приложил руку к тому, чтобы не пропускать их на официальный салон. Но к старости в 1801 году выступил в защиту портрета Пертьююзе работы Мане. Вот как он сказал, господа, среди нас не найдется, возможно, и четырех, кто мог бы написать голову подобную этой. Эти слова почтенного и признанного мэтра служат невольным признанием решительной победы нового направления во французском искусстве. Ну, конечно, у него были не только поклонники и очень много откровенных противников. Они критиковали его за то, что его работы похожи на работы других художников, что в них нет индивидуальности, нет ничего нового. Кабанель, по мнению противников, в совершенстве изучала живопись и, обладая таким невероятным талантом, пустила его на то, чтобы создать однотипные, похожие друг на друга картины, главную целью которой было поразить мастерство массового зрителя и выручить за них побольше денег. Однако, стоит отметить, что таким нападком в эпоху развития авангардных стилей, как раз был всплеск, наверное, авангарда, подвергались многие академисты, художники салона искусства, которые работали в строгих рамках, обозначенных самим смыслом академизма. И надо сказать, что живопись Кабанеля всегда пользовалась большим успехом. Ну вот и все. Смотрите картины, кто досмотрит. Все, что я хотел вам рассказать, что написано в Википедии о Александре Кабанеле, французский художник, представитель академизма. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok